Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео мы поговорим с вами о подписках. В этом видео я вам расскажу о магазинах, в которых покупаю сам, об аккаунте, о случае с обманом, затронем тему о проверке магазинов, а также расскажу, как не попасться на лохотрон. Мне очень начали часто писать о том, чтобы я начал проверять какие-то сайты, какие-то магазины, каких-то продавцов, которые торгуют кодами, аккаунтами и прочей цифровой продукцией. Со стороны кажется, что это довольно-таки интересная идея, ведь все будут знать, обманут вас или нет. Ну просто вдумайтесь, какая абсурдная эта идея. Вместо того, чтобы проверить самим, почитать отзывы, спросить у знакомых, кинуть свои личные деньги на рандом и купить кота в мешке, вы предлагаете это сделать мне? Вы офигели? И все это для того, чтобы узнать, обманет тот или иной продавец или не обманет. Вы просто представляете, в какой минус я уйду. Даже если я не буду обманут, мне все равно придется что-то допокупать. И то, разовая проверка вам ничего не дает, вас могут обмануть в следующий раз. Ибо один раз проверить, это вообще ничего не значит. И вообще, чтобы проверить продавца и работоспособность кодов, это нужно что-то купить. Знаете, по сути, можно было бы сделать такой контент, если бы у меня, я не знаю, было много донатов или какого-то заоблачного финансирования. И мне хватало бы и на жизнь, и я мог бы вот так вот раскидываться деньгами. Но тут совершенно другой случай. Один из вариантов, как это можно было все устроить, это если набирается какая-нибудь сумма, мы покупаем код у какого-то продавца или у сайта, и этот код потом разыгрываем. Но таким способом, мне кажется, мы будем лишь кормить лохотроны. И то на каждый лохотрон может быть отмазка от продавца, что якобы я ничем не виноват, это вы сами и так далее. Я знаю людей, которые торгуют аккаунтами, кодами, и у них вроде все как хорошо, они никого не обманывают. Но рекламить их довольно-таки опасно, поскольку я просто не знаю, что у того или иного человека в голове. А потерять репутацию я не хочу, ибо все, что я имею на канале, в группе, это все кропотливый труд. И если я посоветую какого-то продавца, и он кинет, и кинет массово, угадайте, кто в первую очередь получит хейт и, возможно, пизды. Конечно, я! Ибо я советовал, я предложил, я прорекламил, и весь хейт польется на меня, я этого не хочу. Напомню вам случай в Xbox Community. Был какой-то товарищ в группе, если не ошибаюсь, его звали Федя. Он там начал продавать какие-то коды, и начал продавать их по дешевке. Это, по-моему, был код либо на Xbox Live Gold, либо какой-то еще, короче, неважно. Суть в том, что они были по дешевке, и цена всех устраивала, все ломанулись у него покупать. Продавал он честно, все были в восторге, писали на стене отзывы, благодарности и тому подобное. Но вот в какой-то момент все изменилось. То ли он понабрал много заказов, то ли у него начали заканчиваться коды, а заказов все еще было много. Либо он просто смекнул, что сейчас можно срубить очень много бабла. Короче, фиг знает, что у него произошло, в итоге он просто взял и пропал. И угадайте, на кого пошел хейт? Не только на Федю, но еще на группу, потому что она его посоветовала. Они даже, если я не ошибаюсь, покупали у этого Федя сами коды. И в принципе из-за этого ему поверили. И в какой-то момент вдруг что-то пошло не так. И в итоге в неловком положении осталась именно группа, поскольку она посоветовала и весь-весь этот хейт пошел на нее. Я не вдавался в подробности, что происходило дальше, вернула, но эти деньги не вернула. Если вы знаете, чем закончилась эта ситуация, напишите в комментариях, мало ли кому-то будет интересно. Логику, я думаю, поняли, почему я этим всем не хочу заниматься, поскольку человек может быть нормальный, а потом он бах, сольется и в итоге тебя поставит неловкое положение. Да, я не исключаю того факта, что я, возможно, когда-нибудь буду сотрудничать с каким-то продавцом. Или же там, не знаю, кого-то прорекламлю, но это я сделаю лишь тогда, если я буду уверен на 100%. Но даже при таком раскладе я не могу гарантировать того, что этот человек когда-нибудь да не обманет. Да, мне за все время поступало очень много заявок о том, чтобы прорекламить либо продавца, либо группу, либо магазин. Но, ребят, верить каждому встречному я не могу. И если вы вдруг не заметили, то на моем канале практически нет рекламы. Было лишь два рекламных ролика, и то я с них ничего не заработал и высказал все то, что я хотел. То есть обзор получился действительно честным обзором. Поэтому для меня пиарить каких-то продавцов, которые продают коды, очень опасно, ребят. Насчет кодов. Их покупать вроде как не опасно, поскольку многие берут коды с Аргентины и просто накручивают стоимость за проделанную работу. Но если я не ошибаюсь в теории, то если покупать коды каким-то хитрым способом через какие-то там американские банки, короче, я не очень прошарен в этой теме, то вас, возможно, могут забанить. Опять же, в этой теме я не разбираюсь, поэтому я не могу вам сказать, за что именно могут заблокировать аккаунт в данном случае. За Аргентину точно не должны дать бан, поскольку вы покупаете просто игру в другом регионе. Все. То есть как бы ничего такого незаконного здесь нет. Насчет аккаунтов. Многие ими пользуются и делают это, потому что они дешевны. Но, ребят, я не раз сталкивался с людьми, которые говорили, что у них заблокировали консоль именно за то, что у них было много купленных левых аккаунтов. Да, за пару-тройков аккаунтов вам ничего не будет, но если у вас будет их дофига, то все возможно. Хоть многие могут и написать, что нет, за аккаунты не банят, это все легально, это все нормально, но, ребят, я лично списывался с людьми, у которых была забанена консоль. И все в один голос говорили, что я покупал много левых аккаунтов. Из-за этих всех историй я сам не пользуюсь ни аккаунтами, ни котами и тому подобное. Если мне что-то не по карману, я просто жду скидон и покупаю, и вам этого советую. Да, раньше я покупал коды, мне там давали аккаунт, я даже, по-моему, записывал на него инструкцию. Но потом я понял, что из-за халявы я не хочу лишиться консоли или же аккаунты, и просто этого делать перестал. Да и тем более, как бы в игры, в которые я действительно хочу поиграть, я могу выделить денег и купить их. Насчет магазинов. Подписки можно купить в таких магазинах, как MVideo, 1S Interest, Videoигр.net и тому подобное. В некоторых из этих магазинов можно даже купить онлайн, не выходя из дома. Я лично в последний раз покупал Xbox Live Gold в Буке, там по скидке, также я покупал в MVideo несколько раз, там я купил код на Xbox Game Pass Ultimate, и все. Пожалуй, в этих двух магазинах я всегда практически покупал подписки. Да, до этого я покупал в Microsoft Store, но сейчас такая ситуация, что через него не купить. Почему я рекомендую покупать официально? Это не принесет вред аккаунту, консоли, и вы не останетесь обманутыми. В случае, если вдруг что-то пойдет не так, код оказался нерабочим, я не знаю, не активируется, то вы просто можете позвонить в поддержку, и проблема будет решена. В случае, если вы коды купите где-то на стороне, вам могут также пойти навстречу, но и могут сказать, типа, братан, сорян, я ни в чем не виноват. А может быть такое, что вам выдается код, игра запускается, все нормально, и через какое-то время просто игра отзывается, то есть тупо пропадает журнал от заказа. Если продавец нормальный, он пойдет навстречу и просто вам заменит игру. Но в то же время ему никто не запрещает раскинуть вот так вот руками и сказать, братан, что ты от меня хочешь? Я продал, продал, игра работала, работала, ну что ты от меня хочешь-то, ё-моё! Короче, короче, идти в лес. На party.ru ситуация будет чуть лучше, поскольку все-таки за авторитет того или иного продавца отвечает система. Но даже и на этой площадке вы можете не получить гарантию. И вам, я не знаю, могут продать какой-нибудь пробный код, и вы не активируете его на своем аккаунте. Да, код будет рабочий, все нормально, но вот по своей тупости, что вы купили пробный период, у вас этого работать не будет. Короче, ситуации очень много, и они все разные. А самое прикольное то, что вы, в принципе, не сможете вернуть деньги и как-то наказать продавца. Поскольку вы сами добровольно перечислили деньги и, в принципе, хотели сканомить. Если вы все-таки доверчивы, хотите поиграть в рулетку, но все же в большей степени не хотите попасться на лохотрон, то советую вам ни в коем случае не обращать внимания на ценник ниже рыночного. Намного ниже рыночного. Потому что это 99% обмана. Типа, вы можете найти какой-нибудь сайт, группу продавца, у которого цены будут тупо заоблачные. Там, я не знаю, за игру 300 рублей, за Xbox Live Gold там 1500 рублей за 12 месяцев. И вы такие, вау, как дешево, надо брать. Ребят, таких цен не было и никогда не будет. Это, скорее всего, развод. К примеру, минимальная цена за 12 месяцев Xbox Live Gold где-то 2500. Это самый, по-моему, минимум, там, 2400, может быть, да? И это лишь в официальных магазинах и по скидону. Да, могут быть продавцы, которые продают по такой цене и ниже, но чаще всего это, скорее всего, разводняк, поскольку они вас хотят привлечь ценой. Опять же, не говорю про всех продавцов, но вот есть такие сайты, в которых выставлена цена намного ниже. И многие почему-то покупают там и в итоге просто выбрасывают свои деньги. Опять же, я все к тому, что в неофициальных магазинах покупать за ниже стоимость, ну, немножко опасно, поскольку вас никто не застраховывает от обмана. Если у вас вдруг нет денег на покупку игр, то у вас есть несколько вариантов. Ждать скидона, покупать через Аргентину, если у вас есть соответствующие карты, покупать у тех продавцов, у которых покупают ваши знакомые и, пожалуй, покупать игры на двоих. Это и официально, и легально, и это как бы сэкономит вам стоимость на два. Мой вам совет. Если хотите дешевле, то лучше подождите скидона. И да, бесплатный сыр бывает либо в мышеловке, либо в розыгрышах. На этом у меня все, ребят. Пишите в комментариях свои истории, может вдруг кого-то обманули. Если кто-то вдруг знает какие-то сайты, на которых обманывают точно, пишите в комментариях, пусть все знают об этих сайтах. Также, если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok